Всех приветствую! Меня зовут Валерия Нестерова и на своем канале я, как всегда, рассказываю о парфюмерии. В этом видео хочу сделать долгожданный обзор на бренд Spiritum Paris, с которым мне посчастливилось познакомиться на парфюмерной выставке Exsans in Milania, которая проходила в марте 2023 года. Для меня этот бренд был открытием и знакомство с создателем бренда, с Джонатаном, тоже произвело неизгладимое впечатление, наверное, за счет его истории, как он вдохновился и каким образом создал этот бренд. Давайте сначала немножко про бренд, потом про ароматы, которые есть в коробочке, а их 9 штук. Расскажу вам про каждый и расскажу про два своих любимчика, которые мне особенно приглянулись. Итак, значит, Джонатан мне рассказал свою историю, он создатель бренда, но не парфюмер. Он рассказал, что создал свой бренд сначала один аромат парфюма, после того, как попробовал айвазку. Кто не знает, это наркотик, который вводит вас в определенное состояние сознания, и переживая определенные чувства, эмоции, состояние, вы начинаете что-то испытывать, приходят новые идеи, и вот он под этими идеями понял, что ему нужно создать парфюм. И он рассказывал, что вообще говорят и предупреждают о том, что никакой парфюм наносить не стоит на эту церемонию. Да, там окуривают все пространство мускатным шалфеем, палосанто, да, какими-то благовониями, но тем не менее он сказал, что я нанес парфюм, он был сандалом, и вот все вот это вот мероприятие, этот аромат его преследовало, и он таким образом захотел это все заикорить свои переживания эмоций внутри своего парфюмерного бренда. И, кстати, вот я заметила, гуляя по выставке, смотря, да, разные парфюмерные бренды, что этот тренд, этот тренд на историю самопознания и отражение этого через парфюмы, да, как к творчеству. Это знаете, как художники раньше писали картины и отражали какие-то, ну, то, что происходило в те или иные периоды в истории, в эпоху, и вот сейчас этот тренд на самопознание, поиск себя, зачем мы здесь живем, отражение своей внутренней души, и вот как оно все может отражаться на творчестве. Поэтому задумка очень творческая, очень смелая, очень интересная, и ароматы, я скажу вам, прям достойные. Что еще интересно у этого бренда, что каждый аромат имеет номер, да, вот такая вот коробочка из пробковой крышки, и, кстати, все полноразмерные флаконы тоже упакованы в такую вот пробковую коробку. Мне кажется, очень прикольно и очень красиво выглядит, чтобы посмотрели, как оно представлено. Здесь у нас вкладыш с ароматами и описанием бренда на французском языке. Вот, мы видим, что там 9 ароматов внутри, и каждый аромат, он имеет номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И все это еще связано с нумерологией. То есть, если сложить вашу дату рождения, ну, то есть, месяц, дата, месяц и год, в результате получится какое-то число. Допустим, у меня это число 4, и казалось бы, да, что мне что-то соответствует. И это четвертый, да, аромат, который называется Builder of Future, да, то есть, строитель будущего. Вот, и то есть, каждое, да, нумерологически можно посчитать и выбрать сразу, какой аромат вам подходит. Ну, естественно, нужно их слушать, прежде чем принять решение, но мне кажется, очень прикольный маркетинговый ход. Да, то есть, каждое число имеет еще и название. Номер 1, Solar Soul, номер 2, Astral Twin, астральные близнецы. Ну, то есть, очень прикольные, очень трендовые названия, плюс еще связь с нумерологией. Мне кажется, задумка аутентичная, классная, вот, и ее исполнение, и, в принципе, реализация очень крутая. Поэтому давайте двигаться к дегустации ароматов. Я уже нанесла каждый на блоты, прошло какое-то время раскрытия, и, в принципе, готова вам поведать про каждый аромат. Итак, первый аромат у нас называется Solar Soul. Пробники они стандартные. Давайте попробую какой-нибудь один достать из коробочки и показать, как он выглядит. Стандартный пробник. Оп, давай, фокусируйся, пожалуйста. Ой, стандартный пробник с наклейкой сверху. Вот, насколько я знаю, на сайте тоже можно купить отдельно весь бокс, discovery set и познакомиться со всей коллекцией. Значит, номер один. Еще раз возвращаемся к названию. Так, Solar Soul. Солнечная душа. Для меня он звучит сразу, вот, смотрите, я вам буду давать и экспертную оценку, и такую более обывательскую, то есть рассказывать привычными словами, а как он, чем он пахнет, грубо говоря. Для меня сразу первой ассоциацией идет Индия и пряная каша, которую они дают на завтрак. Знаете, вот у нас есть в России молочная каша, а у них такая же, то есть молочно-рисовая каша с разными пряностями, с кардамоном, с корицей, там, с гвоздикой немножко, с их каррией, с масалой, и вот все это такое смешанное, как будто бы, вот для меня это напоминает аромат молочной, вот такой вот молочной каши с пряностями. Но по факту, да, если мы разбираться, что там внутри, то ярко слышится вот это вот лактонные молочные оттенки инжира. Да, вот кто знаком с инжиром, допустим, из КВО бренда Aqua De Parma Fica Diamalfi, вот это вот инжировое мягкое звучание лактонное, оно здесь есть. Что мне здесь еще дает вот это ощущение каши, бальзамичности? Я бы сказала, немного анималистических нот. Уда дают такую вот глубину, аромату. Сухие травы, бессмертник, я здесь слышу. И много вот этих вот бальзамов, которые дают ощущение вот как будто бы, и не исключаю, что здесь тоже есть пряности, да, что дают ощущение такой бальзамической пряности. Вот как бензойная смола тоже явственно здесь достаточно ощущается. То есть аромат такой нелегкий, но не супер сильно плотный. Он, скорее всего, я бы отнесла его к сладкому, сладкому пряному направлению. И вот он больше такой, какой-то немножко роскошью, роскошью даже звучит. Кстати, что интересно, в каждом аромате есть обязательно мускатный шалфей. Это мне Джонатан сказал. Почему? Потому что вся церемония айвазки проходит вот в окружении, в воскуривании, благовонии и в мускатном шалфее. Поэтому оттенок благовония и мускатного шалфея можно услышать в каждом аромате. Здесь он, конечно, не в акценте. В акценте здесь вот бальзамические ноты, от инжир своей молочностью, привлекающие внимание. Но в целом, да, вот так звучит аромат. Я не буду здесь, наверное, останавливаться на принципе парфюмерного гардероба, куда отнести тот или иной парфюм. Почему? Потому что они все здесь все-таки сладкие. То есть один аромат я бы выделила, который самый нейтральный, и он больше содержит амброксан, свежее дыхание и кашмиран. А все остальные, они вот такие сладкие, бальзамические, как будто бы больше для сферы вечера, для сферы сексуальности, манящие, вот туда более подходящие на мой вкус. Второй аромат, он называется астральный близнец, астрал твин, мне понравился больше всего. То есть второй и пятый, два номера, которые меня привлекли внимание. Но сейчас про второй. Чем второй мне понравился? Тем, что для меня это вот прям звучание шалфея, которым воскуривают, и как будто бы на фоне вот этого полосанта, тоже там где-то вот это бальзамическое играет. Вот. Для меня это настолько правдоподобный аромат воскуривания и элегантного, не знаете, ни копченого, ни дымного, а очень элегантного, что мне кажется, я бы порой хотела, да, хотя бы чуть-чуть интимным нанесением. То есть я бы наносила свой, допустим, аромат с розой, и одно распыление сзади по линии роста волос добавляла бы вот этого астрального близнеца. Красивый аромат. Правда красивый. Вот здесь шалфей. У нас уже в акценте идет мускатный шалфей. Он же облагорожен вот этими темными оттенками травяными пачули, да, то есть дает еще, подчеркивает глубину. И, наверное, я бы сказала, он более сухой аромат, в отличие от первого, и менее сладкий. Тут есть кедр, и тут есть перечные оттенки. То есть кедр сухой, кедр техасский здесь идет. Вот. Мне он нравится с точки зрения, тем не менее он сладкий. Не сказать, что он как бы такой древесный в стиле молекул. Нет, он сладкий, но по сравнению с первым он менее сладкий. Вот. Он передает вот это ощущение воскуривания какого-то, где вы, когда вы находитесь в таком помещении. Красивый аромат. Да, я бы себе однозначно его в коллекцию приобрету. Третий аромат называется Wisdom Universe. Wisdom Universe. То есть мудрая вселенная. Что здесь интересно? Для меня это аромат, вот изначально, когда я его слушала, я прям слышу яркое звучание ягод. И начинаю в голове своей перебирать. Что за ягоды, блин, я знаю? И понимаю, что, ну нет, это не похоже на черную смородину. Вроде что-то есть, но вроде что-то не то. И потом меня осеняет. Есть такой сорт полыни, которая называется Давана. Она такая, знаешь, вот имеет вроде травяное звучание, но в то же время с какими-то ягодами такая, прям сладко-кислая. Вот здесь как раз есть наша полынь Давана. И она еще интересно сочетается, вот я слышу, легкую подкопченность от флёр-доранжа. Вот это вот полынь, сочетание с флёр-доранжем, я впервые такое слышу. Не сказать, что мне оно сильно нравится, но оно необычное. Дальше. Если прислушаться, то копченость еще от флёр-доранжа поддерживает иланг-иланг. Я даже улавливаю какие-то кожаные оттенки. Вы знаете, Монтабакка, по-моему, от Орман Джейн, он имеет вот такой кожаный аккорд. И вот здесь тоже я слышу вот этот вот кожаный аккорд. То есть он как будто бы кожано-сладкий идет аромат, кожано-сладко-копченый. Вот флёр-доранж с полынью даваной и с аккордом кожи. Вот примерно такой. Аромат у нас мудрость вселенной. Так. То есть тоже история про статус, соблазнение, вечер, куда-то туда. Четвертый аромат, кстати, моё число, но не скажу, что мне аромат понравился. Он называется Builder of Future. Это творец вселенной. Так. Когда я его слушаю, я слышу сразу отчетливо какую-то, вы знаете, шипровую структуру. Современного шипра, не винтажного. Вот, как вы знаете, есть аромат La Pantheire от Cartier. Тут немного оттуда шипровая структура, она здесь тоже перекликается. Я, безусловно, как будто от прошлого аромата слышу полынь давану, то же самое. Слышу кожу, но не так её много. Что ещё у меня здесь? Вначале мне простались, сейчас они уже затёрлись. Миндальные оттенки были вначале. Вот, такие более, знаете, как миндаль мартспановые даже, я бы сказала. Они мне слышали, сейчас они мне не слышатся. Кожа, да, вот как Montabak, даже табачные ноты я бы здесь слышу, какой-то белый табак и шафран. Шафран тут тоже откровенно идёт, который у нас есть в знаменитой Бакараруш, вот, но он там в сладость, в сахарность уходит. А здесь он кожаный, подчёркивает шафран. То есть, вот такой аромат, я бы сказала, цветочно-пряного направления даже или цветочно-кожаного, потому что шафран, наверное, здесь больше кожаный аккорд поддерживает. Вот, то есть, здесь у нас такое и вот эти ягоды-цветы от давана от полыни и плюс кожаный аккорд идёт. Окей, хорошо. Пятый аромат, мне он очень понравился, сейчас переключу, как он называется, The Guardian Master. Guardian Master это Guardian, это стражи, Master, это мастер, короче, что-то такое, кто-то, кто охраняет. Кто знает правильный перевод, напишите в комментариях. Так, я помню, что мне этот аромат понравился, что там есть куркума, вот, меня она очень вставляет в ароматах, когда я её слышу. А, правда, она тут есть. Мне очень нравится, потому что куркуму, обычно, как вводят, то ты сразу слышишь какое-то овощное дыхание. Здесь ты этих овощей не слышишь, у тебя здесь красивая, роскошная, блин, куркума, которая ещё, конечно же, поддерживается, кардамоном, мускатным шалфеем и мускатным орехом в том числе. Вот, тут прям очень много пряностей, но они такие деликатные, и они горячие, и в то же время они в сладость уходят благодаря, я слышу в мёд, и я слышу ещё сливу внутри аромата, внутри, да, вот эта вот прунелла слива тоже идёт, оттенок её. Для меня аромат, он очень такой, знаете, про статус, про какой-то вот выйти в нём на мероприятие, на вот, где ты хочешь быть вроде как на дистанции с другими, а в том числе, да, как бы показывать себя в центре. Вот, он такой, вроде в меру сладострастный, не такой сладкий, как первый, но в то же время за счёт пряного дыхания он очень интересный. Куркума шикарно сочетается с мёдом и с мускатным орехом. Мне очень нравится это сочетание здесь. Поэтому пятый аромат, как он назывался, The Guardian Master, тоже мой, мой любимый оказался. Шестой аромат, Carnal Spirit. Не буду переводить, потому что не знаю, как переводится. Так, вот здесь, наверное, я бы сказала, если посмотреть по дыханию, по звучанию, то это самый свежий аромат из всей линейки. здесь ярко слышится, что даёт ощущение свежести, это кашмиран. Хотя, казалось бы, вообще не свежая нота и имеет такое вот текстурное звучание кашмирового свитера, как в пятой молекуле. То есть, много кашмирана, и вот на шлифах слышится персиковый оттенок асмантуса. Кашмиран в сочетании с асмантусом. И вот в начале я слышала много перцев. Как будто бы тут чёрный перец, розовый перец, есть белый перец, разные-разные перцы такие натыканы, натыканы. Вот, это было в начале, сейчас они уже раскрылись, этого не слышно так ярко в аромате, но интересно. Интересно сочетание вот этого вот асмантуса с баркатистым кашмираном. Кто любит асмантус, то вам понравится, скорее всего, такое звучание. Он не такой приторно-сладкий, сахарный, как Good Girl Gone Bad от Kylian, но он такой более сдержанный. Вот, аля в ря-вариация пятой молекулы со с асмантусом. Вот что-то туда я бы ушла. Интересно. Следующий аромат, это седьмой. Он называется Spiritual Explorer. Вот это уже могу перевести. Spiritual духовный, Explorer исследователь, духовный исследователь. Сейчас я полотеру возьму. Так, здесь надо вспомнить, что мне здесь нравилось. Здесь тоже много всего, много пряностей. Здесь есть и шафран, здесь есть и вот эта вот полынь тоже опять же идет, давана. Здесь есть карамельные оттенки, кофе, но кофе, оно не яркое. Оно вот больше такую сладость карамели. Знаете, капучино больше сладкий кофе поддерживает, не темный кофе. Вот здесь есть нота такая бальзамическая, которая мне звучит как с грибным звучанием, даже с сыроежками. Это мирт. Вот я прям слышу его отчетливо здесь. То есть мирт, если вам нравится эта нота, то и аромат скорее всего зайдет. Мне она не очень нравится, но аромат в плетенах достаточно интересно. То есть тоже такой бальзамическое пряное звучание. И вот пытаюсь понять, мне кажется, здесь есть еще амброксан, свежая молекула. Но она не ярко выражена, потому что аромат дает вначале такое свеженькое дыхание. Окей. Двигаемся дальше. У нас восьмой аромат Мистик Варьер. Мистик мистический Варьер, по-моему, охранник. Может быть, я ошибаюсь. Кто знает, переведите в комментариях. Ох. Аромат нежный, то есть мускус здесь преобладает. И здесь как раз есть моя любимая амбретта. Но я бы, я люблю ее, когда она больше в аромате, когда на нее сделан акцент. Как в аромате номер 9 от Лилабо, амбретта, по-моему, так и называется. И мускус амбретолит, один из самых моих любимых. Просто обожаю этот ингредиент. Опять же, тут я слышу сухость кедра техасского. Помните, как в аромате пятом, где мне нравился вот пятый, какой мне нравился? А, который мне нравился, где я говорила кедр. Вот, тоже здесь слышится кедр, здесь слышится мед, как в пятом аромате. Знаете, как будто ингредиенты перетекают из одного в другое, и немного уже другая смесь, и другое сочетание идет. Вот здесь есть еще такой вот оттенок бородинского хлеба, для меня это зернышки кориандра. Вот, тоже, тоже они здесь слышатся. Ну, несмотря на то, что я люблю омбретолит, не сказала бы, что супер, сильно мне он нравится, но интересный тоже аромат, тоже такой легкий, бальзамический. То есть, все ароматы, они такие бальзамические, прямо цветочные, какие-то поярче по звучанию, какие-то послабее. Наверное, вот такое общее направление. И девятый аромат Final Spirit. Вот, последний дух, что-то такое. Он сладкий аромат. Тут очень много ванили, очень много бальзамических нот. Есть легкая анималика от Уда. Знаете, я бы даже сказала, такое звучание, как, господи, как это называется, финики сладкие, сладкие финики, как будто бы здесь есть. Вот. Прям вот эта сладость, и она такая, прям немножко даже в мыльность уходящая. Сейчас вот этот оттенок немного хозяйственного мыла словила. Может, благодаря полыне опять, которая тоже здесь есть. Давана в четвертом аромате тоже была. Да. Вот, мне кажется, полынь Давана она дает такой вот в раскрытии немножко мыльный оттенок, и тоже он здесь слышится. сладкий, и я бы сказала, кремовый аромат. Наверное, здесь тоже есть сандал, дает такое сливочное, обкутывающее дыхание. Итак, в общем, обзор на 9 ароматах я вам провела, рассказала, как я их чувствую, что я в них слышу. Парфюмерный гардероб бессмысленно из этих ароматов собирать, потому что они в основном все для, короче, духовности, каких-то мероприятий, некоторые, которые послаще, они более сексуальные, естественно, будут для работы такие ароматы. Если вы не занимаетесь там йогой и какими-то духовными практиками, и если ваша работа в офисе не творческая, наверное, нет смысла такие ароматы на работу выбирать. Но для себя познакомиться с брендом и начать хотя бы с Discovery Set с этой рекомендую, потому что вы получите хорошее удовольствие для вашего носа, распознавать эти ноты, которые там есть, особенно если у вас обоняние такое уже тренированное, то удовольствия вы получите больше. Я просто переслушиваю пятый аромат и второй. Да, пятый, наверное, мне даже больше нравится, но второй тоже, тоже интересный за счет вот этой темы благовония, за счет погружения в что-то астральное, в что-то необычное. Итак, завершаю знакомство с брендом Spiritum Paris, Париж. Мне очень понравился, мне понравилась задумка, мне понравилась концепция, исполнение, все, как здесь представлено, поэтому буду рада, если вы с ним познакомитесь и отметитесь в комментариях, что особенно вам понравилось и запомнилось. С вами прощаюсь, до встречи, можете делиться в комментариях, с какими брендами вы бы хотели, чтобы познакомила я вас, тоже возьму это себе на вооружение. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok